Фундаментальный труд, созданный Григорием Грибовым в 2001 году, воскрешение людей и вечная жизнь, отныне наша реальность, один из самых волнующих вызовов, брошенный нашему сознанию. Эту шокирующую вещь большинство из нас еще не могут принять и осознать такой поворот жизни, спрашивают, а зачем это, собственно, нужно человечеству? Данный механизм, в настоящее время, я считаю, почему требует особой популяризации, ну, на уровне, например, технологий, которые даю я, которые реализовывают ученики, по-моему, учения, например. То, что мы можем таким образом доказать, что ценность тела человеческого, это есть, скажем так, бесценная величина, то есть о ценности вообще не имеет смысла говорить, а говорит о том, что это сверхценная, скажем, величина, сверхпонятие цены, тогда получается, что мы можем говорить о том, что мы доказываем, во-первых, восстановимость тела, во-вторых, показываем, что нельзя человека уничтожать. Таким образом, в современной цивилизации, это все-таки действия, направленные на макроспасение, на спасение всех людей. Для многих воскрешение является чем-то символическим, пишет автор. Хотя на уровне души каждый воспринимает воскрешение как существующую в любое время реальность мира. Однако многим еще следует развиваться к восприятию мира на уровне души, и потому пока они не могут воспринимать слово воскрешение в прямом смысле, как его в действительности надо воспринимать. При таких представлениях человеку надо приложить усилия, чтобы понять, как это ушедшее вдруг может действительно вернуться. Сам факт воскрешения, он существовал всегда. Просто люди о нем забыли, в общем-то. И изначально, вот то, что сейчас Григорий Петрович разработал книгу «Воскрешение людей, вечно жизни, это не наша реальность», он там приводит изначально принципы воскрешения. Вот это основа основ. Эти принципы воскрешения, они показывают, что основная цель воскрешения сейчас воскрешить как бы духовный уровень человека. Понимаете, развить его именно в своем теперешнем настоящем физическом теле. И дело в том, что здесь сейчас возникают трудности встречи. Почему? Потому что, будем так говорить, вибрации человека, которые приходят, они более высокочастотные, чем вибрации человека живущего. Поэтому у них менталитет несколько иной. В каком плане он иной? Мы воспринимаем всю информацию звуковую. Понимаете, вот звук, как доминант, он выключает все остальные вибрации, которые только можно. Вот, и поэтому мы не воспринимаем телепатические сигналы. Мы не воспринимаем, как бы, информацию прошлой жизни. А раз мы не знаем информацию прошлой жизни, мы не можем определить, что же мы есть в настоящей жизни. Вы согласны? Какая наша цель в этой жизни? Вот. И поэтому изначально Григорий Петрович приводит эти принципы воскрешения. Он показывает, что мы должны развить себя. И, естественно, помочь ушедшим душам прийти сюда. Ну, а сюда они могут прийти только тогда, когда мы изменим свое коллективное сознание. Сейчас коллективное сознание считает, что человек смертен. Что если он ушел туда, он сюда прийти не может. Мы должны изменить это мнение. И только хотя бы мы наберем какое-то число людей, ну, как бы сказать, надо хотя бы набрать, ну, на один, хотя бы на одну сотую процента. Чуть выше, там, 50, допустим, одну сотую процента. И тогда, я думаю, ситуация изменится в корне. И мы встретим своих родственников, которые у нас были, ушедших наших прадедов, дедов, матерей, отцов. Вот что самое главное. Самое главное — развить себя. По существу, принципы воскрешения и методы воскрешения — это принципы и методы управления реальностью, пишет Академия Дробовой. Они являются фундаментальными законами мира. Так же, как вы ежедневно для разных целей можете пользоваться силой тяжести, точно так же фундаментальные законы мира могут быть использованы вами для решения конкретных задач, для восстановления здоровья, для управления событиями. Применение принципа воскрешения в повседневной жизни доказывает, что воскрешение — это обычный процесс в жизни людей. Веча встреча — это восстановление справедливости мира, когда воскрешенный пришел. И вот этот контекст уже должен быть, я считаю, развит и популяризирован для других людей. Это, кстати, включит многие вещи, связанные с тем, как вообще происходит процесс воскрешения и в чем его разница. Например, мы можем здесь четко поставить такой уровень управления в диагностике этого события, что, ну, подожди, там, система клонирования — это система работы с веществом. Это значит, ну, есть какие-то там финансовые расходы и так далее. А все-таки воскрешение — духовное действие, и воскрешение должны быть все. Это не финансовая, не материальная система управления. И, соответственно, надо сразу понимать, в принципе, статус. Когда человек это понимает, статус у него происходит распространение информации и меньшее издержек, которые могут вокруг этого возникнуть, да, вокруг действия по распространению, вокруг действия по воскрешению и так далее. То есть надо изначально воспринимать, что это акт духовный, божественный, и не способен конкретно Богом в виде уже знаний, там, и получается, что мы должны просто эти знания, люди должны эти знания применить. Мысли о том, будто многие вещи можно получить только через страдания, вбивали людям в головы на протяжении столетий. Но пришло, наконец, время освободиться от подобных предрассудков, пишет ученый. В своей монографии Академии Гробовой переворачивает все наши представления о смерти, утверждая, что нет необходимости умирать, что смерть сама по себе абсурдна и не имеет никакого фундамента в этой мире, так же, как страдания, болезни и любые другие отрицательные эмоции. Основой построения мира является радость, свет и любовь. И вот только большая любовь заставляет человека, ну как, и обратиться к ушедшему. И так просто, что вот так вот пришел и говорил, что вот давайте, я вот заплатите, я вам воскрешу. Это муд. Это не может быть. Это тот человек, кто хочет, он должен прежде всего такую огромную любовь в себе создать и обратиться еще и к Богу. То есть вот эти разговоры о том, что вот, мол, там кто-то пришел, заплатил, и я тебя запрошу. Это все не соответствует действительности. Потому что это процесс. И процесс серьезный. Вообще, тема любви занимает особое место в работе Григория Гробового. Концепция учения — это источник всего. Это то, что связывает все сущие между собой и то, что рождает вечное. Это та сила, необходимость которой человечество еще не осознало, но равной которой нет в мире. По сути, ученый призывает к тому уровню сознания, где человек постоянно находится в этом чувстве. Он считает, что технические достижения способны развить цивилизацию лишь до определенного уровня. А на волне любви можно достигать любых созидательных целей и творчества. Многие видят в моей практической деятельности прежде всего многочисленные эпизоды, связанные с излечением людей. Должен сказать, что процесс лечения, практикуемый мной, прямо вытекает из практики создания Богом человека любовью. Поэтому тот, кто любит, действует практически сразу, как действует Создатель. Причем практически сразу, как действует Бог. Получается, что действие в любви настолько фундаментально, что затрагивает одновременно все вопросы личности всего мира в одной точке — сжатого, сконцентрированного сознания. Для того, чтобы излечить или воскресить человека, мы можем воспринимать любовь как сопроникающее чувство, идущее от человека и не имеющее первичного источника. Выталкивать вот эту, значит, идею вечной жизни и идею воскрешения, потому что люди просто не понимают, за них можно слушать, чуть-чуть правильно говорить, да кому-то, не согласны мирами, тем более такой низкий социальный уровень, что некоторые говорят, да ну зачем, я не знаю, мне это вечная жизнь, какая я, правда ли? Надежда Андреевна Елизова одна из тех, кто занимается процессом воскрешения и верит в такую возможность безоговорочно. В общем, по ее словам, для нее это уже не вера, а реальный опыт, которым она открыто делится на страницах, написанных ее брошюрами, в которых заявляет о воскрешении своего мужа. «Нет большего горя, чем потерять дорогого человека и нет больше радости, чем встретиться с ним вновь, ищет автор». Своим заявлением я показываю мой эмоциональный настрой, мою радость и веру в вечную жизнь, которая меня привела в знание воскрешения. В нем мое понимание и назначение учения Григория Гробового о всеобщем спасении и громадичном развитии и процессе воскрешения как акта спасения. Технология встречи с воскрешенным создалась под руководством Григория Петровича и я надеюсь, что она поможет вам завершить процесс воскрешения счастливой встречи. Я считаю, что все-таки наша удача она достаточно проста. Это обычный живой воскрешенный человек, который живет в первую очередь все-таки в доме, вот именно там, где он там, например, раньше жил, самый лучший вариант. То есть человек возвращается в семью и вот это уже полный цикл воскрешения, если так можно выразиться, о цикличности или о законченности, например, да, действия. Поэтому я всегда в управлении говорю, что когда, например, речь идет о том, что есть аспект воскрешения как таковой, то, естественно, это в первую очередь обычный полный цикл воскрешения, где человек возвращается все-таки в семью. Это, вообще говоря, нужно еще и для того, чтобы объективизировать процесс, показать, что это те же самые люди. У меня много конкретных фактов, говорящих о том, что воскрешение оказывается событием благоприятным для всех, пишет Григорий Гробовой. Например, когда воскрешен вступал в контакт с родственниками, у них исчезали болезни, злокачественные опухоли или разрешались проблемы, происходило много положительных изменений жизни, жизнь вообще переходила на качественный иной уровень, на тот уровень, когда все идет как надо. Таким образом, воскрешение оказывает необычайно благоприятное воздействие на живущих, ибо самим фактом своего осуществления оно утверждает статус совершенно иной жизни, и люди, подключаясь к этому статусу, живут уже на совершенно другом уровне, на сопоставимом более благоприятном, чем тот, который существовал до фактов воскрешения. Эффективность его в вопросах духовного развития высока. Это я могу по себе судить, то есть мне пришлось пройти некоторые элементы самого воскрешения, то есть я готовился к этому, так получилось, мне было известно о том, что могут со мной произойти какие-то сложности, ну было такое вот откровение, и я готовился сознательно к этому, подготавливал себя на тот случай, а вдруг это произойдет. Так вот, когда все-таки это произошло, но я прошел и прошел самостоятельно, вышел из этого состояния, после этого я заметил в себе очень большие изменения, несмотря на то, что всего-навсего это отсутствовало где-то 40 минут, но даже этого небольшого времени хватило на то, чтобы сознание изменилось кардинально, то есть изменилось многое в моей жизни, изменилось мировоззрение, изменилась моя энергетика, моя психика, физические мои данные изменились, то есть стало намного, ну, по крайней мере, пройдя вот медицинское полное обследование, я узнал, что состояние моих органов во многом определяется уже возрастом 30-35 лет, понимаете, то есть это я физически чувствую, работоспособность, я сплю сейчас часа 4 в сутки, это мне вполне достаточно, успел за это время две книги написать, то есть я объездить полстраны, вот за месяц 8 городов, представляете, проехать и прекрасно себя чувствовать, ну, то есть вот такие вот способности, да, открылись, открылось более глубокое, тонкое восприятие мира в целом, как взаимоотношения с людьми, то есть начинаешь более тонко ощущать каждого человека, но это не единственный, конечно, метод и не стоит его как бы абсолютизировать и говорить, что это ну, как бы истинно последняя инстанция, да, панацея, да, вот так сказать, панацея, нет, другие методы, которые испокон веков использовались и эта практика набрана опытом, набрана людьми тысячелетиями, его нельзя отрицать, он как раз и подводит нас и подвел к тому, что мы можем осознавать такие вещи, понимаете, и переходить уже вот процесс более глубокого управления собой и миром. Насколько он, так скажем, масштабен, насколько его необходимо внедрять в таких крупных масштабах которые сегодня пытаются сделать вот фунт Григория Гропавловна? Вы знаете, на данном этапе, вот на данном этапе развития сознания нужно, на мой взгляд, достаточно глубокое воздействие и интенсивное, чтобы изменить коллективное сознание. Можно аналогию провести, когда есть уже серьезная болезнь, то нужна интенсивная терапия. Так вот, на сегодняшний день человечество болеет серьезно, болеет сознанием своим, то есть больной на голову. И вот для того, чтобы изменить это положение, нужна интенсивная терапия. И вот то, что делает Григорий Гробовой, на мой взгляд, самое главное, что вот он не боится забутировать пространство, вот такой бьет в колокол, чтобы пробудить вот это сознание. Вот это мне очень нравится. Безусловно, факт воскрешения это наивысший факт, можно сказать так, духовного действия человека. Безусловно, тот человек, который это сделал, он очень быстро и который делает, он очень быстро развивается. Он очень быстро развивается, потому что он решает очень серьезную задачу. Сергей Брадин руководитель Новосибирского центра по распространению учения Григория Гробового. Одного из многих информационных центров официально действующих в России. По образованию Сергей Анатольевич физик, он работал всегда в сфере бизнеса. С 2003 года читает лекции и проводит семинары по системе Гробового. В рамках его курса практическая работа по технологиям воскрешения. Не так быстро я принимал все ответственности, потому что действительно принять ответственность. С одной стороны все очень просто, а с другой стороны уметь передать знания без искажения главное. Это непростая задача, и я, наверное, года полтора решался открыть центр, и этот период был самой напряженной работой, когда действительно очень много изучал, тренировался, на родственниках, на знакомых, передачи знаний. Я пытался достигнуть именно того, чтобы я мог передавать точное здание. Когда я получил уверенность, я начал открыть центр. В принципе, все очень просто. Выбирает причину всех наших бед. Сырание границы убирает причину оружия. Причем очень просто. В принципе, зачем оружие, когда нет государства, с кем воевать. А когда входит наше жесть решения, зачем убивать? Ну, смысл-то убьешь, он его тоже у вас поспесит. Зачем? Отпадает все это. Отпадает вообще-то остринское оружие. Скажите, вот почему факты воскрешения, если они есть, сегодня широко не обнародуются? Можно задать вопрос, зачем? То есть, от того, что это будет написано в газетах насчет массивного говорить, я считаю, но это лично моя точка зрения, что этот факт может принести даже на сегодняшний момент времени больше даже отрицательного момента. В каком смысле? Что огромная масса людей не готова принимать информацию. Не готова. Если начать об этом широко говорить, то у человека, который это услышит, у него появятся мысли ложь, это невозможно. Любое слово имеет силу. Этот каждый человек, он несет свою лепту в общеколлективное сознание, именно отрицательное, которое будет тормозить процесс воскрешения других людей, но вообще в принципе процесс созидательного развития. Ничего не бывает просто так. И я думаю, это одна из причин. Вторая причина это то, что по моей статистике где-то через полгода порядка половины людей, кто занимается воскрешением, они видят своих родственников. Те, кто у меня было годами, кто у меня было десятилетиями, они их видят. Возникает более сложный вопрос, почему они приходят домой. Только единичные случаи, то они закрыты. Ну, а третье, это то, что все-таки как ни крути, а наш мир переживает сейчас очень серьезные времена. И зря Гелий Петрович говорит о возможном глобальном уничтожении. Об этом все говорят, и ученые в том числе. Другое дело, что его не будет, в следующий прогноз дан, но те люди, которые приходят воскрешенные, ведь очень часто, преобладающие, опять же, в большинстве, когда они встречаются с своими родственниками, они говорят следующие слова, мне нет времени, мне нужно работать. То есть, эти люди очень плотно работают. Вот именно над спасением человечества, над спасением Земли. в большинстве, и